ребята-ребята всем привет лёля здорово жарко лёли в шубе но она линяет потихонечку и и волосы у меня по всей квартире ладно по всей квартире холодильник открываешь там тоже волосы любили откуда в холодильнике твои волосы колись пока меня дома нет ты по холодильнику лазишь короче вот такой вот мой обеда ужин огурец колбаска лавашек намазаны но этим сыром хохланд плавленым не успеваю ничего приготовить пришел с работы и сразу сейчас мы побежим на стрижку через 15 минут нам надо выходить лёля будет красивая гламурные пафосной вид что творят видно да вот записали сегодня на стрижку потому что ну где-то там вот лето вот тут вот даже была 20 градусная жара у нас один день или два два дня по моему два дня было до 2 и 3 вроде жара ну опять погода переменилась к весенней то дождь то дождь то ветер ну короче жара была и сплыла вот ну и да она тоже будет далее далее тоже будет жара дали в общем короче надо стричься люли так хорошенько обросла сейчас вот покушает я и тоже покормил котлет и дал с рисом сейчас я покушаю и и кому он как говорится команды в ребаде считанные секунды остаются до нашего похода в салон а это салон решили посмотреть видео на канале лег хомяков иваново поездка в иваново блин а я вот машину на фига то загнал свою на стоянку там и дождик и ветер и все на свете люль это мы с тобой пока дойдем до поликмахерской ты будешь вся грязная а тебя такую грязную приводить неудобно как же быть на руках на поедем на руках поедем потому что месяц опять бежать за машины это столько столько движением вот проще дойти до войду но ты готова давай на тебя еще на волосатую посмотрим вот волосатая и через какое-то время будет ухоженная красиво причесочная реновация идет полным ходом здесь раньше стояли пятиэтажки душевные вот такие вот скоро будут стоять вот такие вот новостройки вот так мы с лёли идем лёля ты нифига не нелегкая откормил я тебя ядрёноч у нас был костюм костюмчик у нее был я его вешал в общем коридоре ну щиток там такой где счетчики там гвоздик торчит из него я вешал на этот щиток в один из дней прихожу костюма нету конечно провел опрос среди соседей никто ничего не знает никто ничего не видел куда делся хрен поймешь и динозаврик как на грех закрыли у нас а костюм покупать надо обязательно мерить этого лёля на руках потому что если мы сейчас пойдем вот с ногой головы будет вся грязная но я говорю неудобно неудобно грязную собаку приводить на стрижку доля до ну минут минут 15 ходу так мы тут пройдем ё-моё пройдем мы тут пройдем дома как вот эти быстро строят новые но они классные конечно нам квартиры тоже так интересно сделал я вот по курьерским делам в такие дома заходил сколько раз захожу там вот у них общий коридор он как будто в каком-то кто ли отеле вот сделано вот как будто ты на лифте приехал и уже ты как будто оказался в квартире вот такая интересная планировка в квартире просто с множеством дверей такой коридор типа как квартирный я рука отсохла тут вроде посухше не давай немножко так пройдемся блин вокруг этих домов всегда такой вид радуй я замечал что у нас там до волосатая лёля 15 лет уже лёля это по-человечьим сколько почти 100 лет долгожитель молодец так но сейчас мы вот эту пройдем сухую дистанцию и потом опять поедем на руках нас уже ждут всего 0 или 0 ну посмотри еще раз в камеру посмотри в камеру все вот такая ты волосатая и через какое-то время ты станешь уже ухоженная до ухоженная ухоженная ядрёныть дождик зараза пошел ну ладно хоть я до дождя лойду сдал каждую стрижку лёля но я снимаю ну во первых прибавляют новые зрители приходят на наш канал они не видели лёлю подстриженную потому что ролики про стрижку они где-то там надо искать ну или ли то уж 15 лет чё это история все-таки а вот лёля валёля конечно у него выпучь глазной чё это мы в какой-то подъезд заходим непонятный зачем для чего я ее сдал мастеру говорит куда ядрёныть куда к гламуру и пафосу так но стрижка где-то будет часа два я попросил покороче говорю подстригите вот часа два вот ну ладно я вот тоже недавно подстригся ну как недавно недели на недели полторы-две назад так что ребята покупай волосатую собаку даже понимает что надо и подстригать ее ежеквартально ну и к доктору водить ветеринарку и кормить в общем собака в обслуживании как как человек как человек реально и кормить и лечить и подстригать но что только одевать не надо это надо вот такая такая вот хрень костюмчик бы ну ладно пока так вроде обходимся я и мою лапки ну зато я издал чистенькую это неудобно если б я грязнющую привел и неудобно алиса киса и барсик сразу интересуются заценивают новый причесон да ну как алис модненько модненько нормально так сразу видно такая интеллигентная пожилая дама алис хоть тебе тоже побреем ну вот так вот суммой две тысячи рублей лёля грызет косточку до лёль и это я ее помыл пока мы дошли испачкалась пришлось ее еще ну завтра я ее еще так помою целиком чтобы лишние волосики ушли лёля ну как тебе понравилось бежала домой на всех парах просто на всех парах даже в туалет сходила но там у нее есть место место силы вот возле места силы барсик видал как лёлю подстригли ну так но а то была лохматая волосатый и самой тяжело дышалось так облагородили такая благородная старушка дали вали вали лёля на вот такая получилась стрижка до благородная стрижка 2000 рублей нормально я думал будет дороже нет но нам по-братски по-братски для лёля валили ну вот и потом еще подстриёмся перед поездкой на дачу когда на все лет на дачу уезжать да это когда будет ну может быть начало июня сейчас самое главное то что она линяет и и хорошенько почесали хорошенько подстригли барсик как тебе лёль на прическа вот ну и теперь в июне подстрижемся и нормально уже покороче прям совсем покороче она говорит женщина но я могу еще покороче насадочку я вернула на пока так нормально куда еще короче лето обещают жаркое нанешняя вот туда ближе прям к жаркому лету барсик оценивает прическу лёлина ну вот все там и ушки а и когти еще подстригли ну в общем нормалды но и стрижечку такую классную обмыть бы не мешало обмыть хорошим добрым китайским зеленым чайком вот такой вот забрал китайский зеленый чай ахматы а чай чаек зеленый чай он бодрит зеленого чайку хорошо брехнуть акционка в ленте брал но только сейчас ребята я разглядел что там чего-то 25 блин неужели я ошибся и взял чай в пакетиках мне надо не в пакетиках мне надо рассыпчатый ибо вот у меня что за оборудование есть и мы сделаем на него обзир неужели это в пакетиках тьфу ехарная баба это тьфу зараза но вот читать надо внимательнее это в пакетах в пакетах то мне не надо у меня вот вот в пакетах вот в пакетах апельсин и имбирь хорошее сочетание вот у меня пакетированный блин мне-то надо рассыпчатый я же вот чайник то чё зря что ли купил по студировшую в шкафу своем я нашел нифига себе сколько у меня накопилось уже и главное и все главное в пакетах так ромашки ромашка пакетированный ричард сочетание тоже интересное апельсин корица что-то там еще тоже пакетированный ё-моё так ромашка с мелисой тоже в пакетиках да что ж ты будешь делать то 7 трав для сна так я его силдовый не открывал еще тоже в пакетиках да ё-моё ну вот у меня есть душица раз такой рассыпчатый есть для любимого брата это как-то мне дарила сестра натаха давным давно года может быть два назад вот плохо пахнет как хорошо вот его то мы сейчас и заварим протестируем я уже испугался не бегайте сколько чая у меня и все пакетированные они вообще у меня чайничек есть я покупал его давным-давно в магазине карусель но он уже изрядно так потрепался состарился уже не отмывается вот это вот краска чайная остается потому что чё пакетированные чаи они конечно там красители поэтому все красится уже и решеточка так поистрепалась на стримчонках я сколько раз заваривал в общем рабочая такая лошадка но лошадка тоже подустала уже маленько вот и на ее место приходят другие блин выкидывать я не буду пусть лежит мало ли так 570 рублей 77 рублей я вот такой вот чай хочу вот одна такой переходить на рассыпной пакетированные все равно это не то так ну что ж самое главное в целости ли он доехал в сохранной ли стиле все-таки стекло но вот видите упакован так в пупырочку в пупырчатую пленку это здорово прям конкретно завернут это хорошо на хорошее отношение сохранности данного оборудования это можно пощелкать нервы успокаивать хорошо так чайник называется глаз теопод ктиопод чайник стеклянный заварочный изготовитель хеджей 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 ну короче короче японский китайский 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 изготовитель китай импортер вега санкт-петербург всем санкт-петербурга ребятам большой привет и девчатам вот ну вот такой вот чайничек виде 577 рублей вообще цена отличная так погромовки сколько он получается на хрен его не знает тут и не написано не ну может написано не по-русски металл написано то что присутствует открыть металлическая крышка а 700 700 миллилитров у меня кружка 390 так так вот такая здесь видите колбочка такая модненькая да с дырочками с отверстиями какими дырочки с отверстиями и вот само стекло ух ты красиво выглядит как почтенно почтенно порядочно так и получается ух ёмы вот она крышечка здесь до крышечка так вот это вот получается мы сюда устанавливаем вот устанавливали здорово то что съемный такой мыть потом удобно что-то нос меня прыщ на носу скачет у меня влюбился девчата признавайтесь кто влюбился дядя лёша ядриной такой прыщ у меня так и вот она вот это а видите она еще с ручкой с такой удобно доставать так хорошо крышечка вакуумная прям ну вот так вот это все выглядит композиция блин новенький чистенький тот ведь когда-то тоже ты ведь тоже когда-то был таким нашел делать судьба у вас такая вот так вот он выглядит ну нормально давайте вот чайник уже скипел давайте быстрее заваривать так куда ты просыпаешься вот они любят просыпаться тогда мы вот так вот высыпем вот столичка я думаю что будет достаточно мы делаем чай а не чефир так но и берем кипяточек такая чайная церемония у нас и на заваривание раз 700 миллилитров нам не надо конечно ну ладно налью вот так вот вот видите сразу он свет пошел закрываем крышечку я знаете как всегда еще делаю полотенчиком минут пять-семь кипяточком 5-7 и можно чай пить какой ароматный чай прям такой стоит аромат на всю кухню а что это за чай ну там была такая подарочная коробочка там что-то шампунь что-то еще но такие мужицкие принадлежности короче и вот чаёчки были там наверное описание на самой пачке не написано на самой пачке не написано но он прям такой душистый такой приятный аромат вообще чай это очень хороший подарок и я вот когда там мамане там натахе чё-то дарю да на праздники там ну или просто так чё-то дарю я обязательно прикреплю какой-нибудь подарочный чайный набор их множество представлен на маркетплейсах раньше вот у нас был хороший магазин да чё-то у меня нос все чешется мало того что причем искачал еще и чешется и странные дела раньше у нас магазин был карусель замечательные там продавали всякие чеи подарочные разные 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 сейчас закрыли вот поэтому на мой на маркетплейсах заказываем до катусан вот катусан японец катусан да все бродит чё-то колобродит чё ты все ему надо так ну что ну вот заварился он такой вот темненький стал не хорошо хорошо как говорится выпьешь чайку позабудешь тоску съешь печенье поднимешь настроение так пошел налив ну некоторые знаете как делают завариваю ух ё-моё и пролив и прошел и пролив он видите произошел налив и сразу же произошел пролив но надо осторожнее руки-то как крюки ё-моё она настекает просто я хотел сказать то что некоторые делают вот такие чайники там заварку такой довольно-то крепковатую заваривают заварку и полотенчик потом постираем заваривают довольно таки крепкую заварку и просто заварочки и сверху водички но я вот так вот завариваю сюда просто засыпал жих минуточек на пять вот ну что давайте попробуем первое чаепитие но видите что-то проливы какие-то надо привыкнуть к нему конечно надо попривыкнуть так вот такие у нас есть замечательные печеньки я храню храню их в вакууме на вакуум поставил такую штучку я кстати купил в свитхаусе это аналог икеи у меня ролик есть на бусте на бусте ссылка в описании я там сделал обзир там спустя год почти да вот и свитхаус уже существует что там изменилось что там почем вот и купил я вот такую вакуумную штучку использую под печенье под курагу вот и на 1 тоже использую вот ну давайте ребята всем желаю счастья кстати надо было может быть его кипяточком обдать сначала а я вот так вот ну ладно уж теперь хорошая мысля приходит и после сначала кипяточком как-то ополоснуть да но он вроде новый чистенький ну ладно давайте ребята блин вот все таки вот как же отличаюсь пакетированные чья таких сразу такой насыщенный вкус хороший такой добрый аромат вот прям такой вот вот реально чай благородный очень вкус пакетики завариваешь это какой-то большинстве напиток пакетики удобно там в поход там взять ну на дачу там но хотя на даче тоже чур не маманин заваривать и там вообще он какие-то эти листочки собирает там эти ну нас растет всякая там смородина там мята собирает мешает так вот куда-то пошел там туда им сюда им пакетик здесь конечно дома грех пакетированный чай пить когда есть вот такие замечательные вот ну хорошего такой заварился даже где-то вот у меня крепковатенько получился но нормально сейчас средь белой дня хорошо морок погода-то плющно-колбасные стоят то в холод то в жар и морок нагнетая сейчас сразу морок сойдет энергии прибавится и попрем дурнем ну вот ребята вот такой вот чайничек как навигацию просто вопроса как навигация может быть вы не знали а я вам вот пожалуйста на душу поставил обзор давайте вообще на моем канале разные темы и работу я свою показываю и жизнью и даже поездки какие-то все показываю ну почти все почти все так что если вам интересно смотреть следить за мной подписывайтесь на канал канал также есть стримы легка хомяков стрима называется ссылка в описании бусте телеграм там же вы найдете вот и до скорой встречи кушайте вкусно пейте вкусный чай и не хулиганте все ребята пока пока до скорой встречи увидимся от души и сердечного клапана